Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вот получила вопрос. Вопрос такой, чем кроме топинамбра вы заменяете картофель в супе? Я картофель заменяю, представьте себе, не только топинамбром, еще и дайконом, но вот в данном случае я запаслась пастернаком, а еще сельдереем. Вот пастернак, обратите на него внимание, вот такой корнеплод. Сельдерей он более круглый, а пастернак такой похожий на морковку, но белый. Но не путайте его с дайконом. Пастернак более твердый. И как и многие другие корнеплоды, пастернак доступен практически круглый год, поэтому он мне нравится. Я не знаю, как у вас, у нас его в огромном количестве выращивают, благословенные руки украинские. Поэтому всегда есть и пастернак, и всегда есть и сельдерей в магазинах, и несколько видов капусты, в том числе цветной капусты. Когда много цветной капусты кладете, то получается тоже как заменитель картофеля. Но вот обратите, может быть, внимание на пастернак. Он всегда доступен круглый год, он недорогой, он похожий на белую морковь, он такой со сладковатым, слегка ореховым вкусом, с приятной такой остринкой. И вот этот овощ однозначно заслуживает вашего внимания. Я решила именно на него обратить ваше внимание. Почему пастернак нужно готовить почаще? Картофель убираем вообще, вообще из рациона убираем. Все, уже 21 век, уже доказано, в чем проблема. Особенно сейчас. Все, декабрь заканчивается, январь, там накапливается солонин, вот этот самый страшный яд, который в печени имеет свойство накапливаться. И вы узнаете о проблемах в течение года, двух, трех, он накапливается десятилетием. Представьте, и потом начинает работать. Работать не на вас, а против вас. Вам это нужно? Вам нужен этот солонин? Я думаю, что нет. А вот пастернак, в нем нету вообще этого. В нем только все полезное. Там суточная доза рекомендованная, аж 25% витаминов С и К. Там фолиевая кислота, там витамин Е, там магний, тиамин, клетчатка, там чего только нет. Его легко включить в рацион, это удивительно универсальный овощ. Просто универсальный для меня. Первое, я добавляю его в суп. Его, кстати, можно и в сыром виде употреблять. В вареном, тушеном, запеченном, жареном, сушеном. Ну и консервировать тоже очень вкусно. Первое, это вы как меня спросили, суп. Вот я вам говорю, добавляйте этот овощ в суп. Он хорошо контрастирует с другими овощами и с травами. Например, с луком-пореем. Сейчас полно лука-порея. Сейчас как раз идет самый сезон лука-порея. С морковью сейчас сезон моркови. Сельдерей с пастернаком, прекрасно. Тимьян. И из него можно сделать основу для крем-супа. Вот как мы делаем сельдереевый крем-суп. Вот точно так я делаю пастернаковый крем-суп. Еще и сыр добавляю. И в уху вместо картофеля лучше всего добавлять именно пастернак. Это украсит вкус ухи. Дальше. Изумителен он запеченный. Честно говоря, запеченный. В небольшом количестве масла и немного подсоленный. Пастернак уже восхитителен. Но если хочется чего-то особенного, добавьте к этому тимьян и перец. Тимьян это чабрец. Чабрец можно добавить. Будет замечательно. Перец возьмите грубого помола. А после запекания подайте с несколькими ломтиками апельсина или мандарина. Приготовьте заправку для пасты с помощью пастернака. Чтобы получить совершенно особый вкус, запеките его с тыквой. Пастернак с тыквой. Можно еще морковку добавить, брюссельскую капусту, тимьян. И добавить в пасту. И все. И к ней подойдет соус из тыквенного пюре, кокосового молока. Кленовый сироп возьмите. Оливковое масло, соль. Ну а лучше не с пастой, а с рисом. Все то же самое запечь его с тыквой, с морковкой, с брюссельской капустой. И добавить в рис. С рисом тоже замечательно сочетается. Сейчас я еще делаю часто пюре с цветной капустой. Я просто отвариваю цветную капусту много. И отвариваю много пастернака. Все это в блендере перемешиваю. Добавляю туда, естественно, соль, перец по вкусу. Немножко куркумы. И цвет играет сразу, вот этот желтенький цвет. И немного поливаю жидким сыром. Все. Это сказка. Я люблю пастернак. Он обладает мочегонными свойствами, благодаря чему поддерживает здоровье органов мочевыделительной системы и почек. Пастернак – это здоровые почки. Запомните. Его используют для лечения воспалительных процессов. Цисцита. У кого цисцит. Заболевания мочевого, желчного пузырей. Особенно для мужчин он полезен. Хозяйки, жены, у кого есть дети, мальчики. Вы просто обязаны в каждый суп, я не знаю, в каждое пюре вводить этот пастернак, уникальный овощ, Богом данный нам, подарок. Чтобы мочеполовая система у ваших мальчиков была в порядке. Я не знаю, почему вы не обращаете на это внимание. Но введите этот овощ. Дети должны знать вкус этого овоща. Ведь, когда спрашиваешь детей, вот я как преподаватель, начинаешь изучать, например, овощи, фрукты. И начинаешь перечислять. Вот давайте переведем вот этот овощ на английский язык. Вот этот овощ на английский язык. Вот они не знают на родном языке название этих овощей. Они понятия этих овощей не знают. Конечно, это минус учителям, их учителям в школах. Но это минус еще и родителям. Это говорит о том, что на этой картошке зациклились и на макаронах. Просто зациклились. Это лентяйки кто? Родители, хозяйки лентяйки. Все. Пельмени. Я не знаю, там, макароны. Картошка жареная. Суп. Все. На этом пюрешка. Жареные котлетки. Ну, отбивнушечки. Все. Вот это весь набор хозяек лентяек, как я говорю. В крайнем случае борщ. Тоже напиханная туда куча картофеля. Еще и на свинине. Представьте, на свинине еще. Это же вообще уму непостижимо. У кого проблемы с легкими, кто часто болеет, кашляет, у кого туберкулез, астма, эмфизема. И чтобы этого не было, в этом овоще содержится большое количество витамина С и каротина. Они в комплексе, именно вот в комплексе, они повышают иммунитет и снижают риск развития воспалительных процессов. Конечно, этот корень очень подходит этим людям. Сок. Добавляйте сок пастернака в овощные соки. Обязательно. Он снижает кислотность желудочного сока и оказывает желчегонный, мочегонный эффект. Выводит из легких и бронхов мокроту. Вот почему он необходим. Принимают по одной-две чайные ложки, просто вот если чистого его сока, три раза в день за полчаса до еды. И этим соком хорошо смазывать проблемные участки кожи три-четыре раза в день. Курс лечения два месяца у того, у кого витилиго. Это, знаете, такие пятна по телу. Вот этим. Он вообще отбеливающий эффект имеет. Я лично использую маски из пастернака точно так же часто, как и маски из корня петрушки. И точно так же часто, как и корня сельдерея. Это уникальные маски. Просто уникальные. Кожа фарфоровая. Напитывается всеми микро-макроэлементами, витаминами и отбеливается. И говорит вам спасибо. Тоже очень красиво звучит овощной чай. Если вы на терке высушиваете пастернак и морковку и делаете овощной чай. Вот просто этот дуэт. Пастернак, морковка. Несколько капель цедры лимона – это такое звучание изумительное. Просто. Попробуйте. Я недавно рассказывала об овощных чаёчках. Я чаи делаю не только фруктовые, не только из разных ягод, не только из разных растений, которые я собираю многие годы, всегда занимаюсь фитотерапией. Но и овощные чаи. Они не менее заслуживают внимания. Может даже и более. Ну, это если вы корень на терку подтерли и засушили в духовке. Но помогает еще, знаете, листья, отвар из листьев. Запомните. У кого камни, выводят камни и песок. Вот чтобы не было камней и песка, добавляйте часто сельдерей, особенно листики. Для приготовления не только сельдерей, но и пастернак, и его листья. Для приготовления возьмите одну столовую ложку сухих измельченных листьев, один к одному, пастернака и сельдерея. Если нету сельдерея, возьмите листья пастернака и листья петрушки. Все. Один к одному. Столовую ложку. Залейте литром кипятка и потомите немножко на медленном огне, где-то минут 15. Все. И дайте настояться, но настаивать, давайте настаивайте в термосе, только в термосе, сутки. Процедили, все это там уже раскрылось. И принимайте по 1-2 столовые ложки 3 раза в день натощак до улучшения состояния дней 10. Если нет, дней 15, 2 недельки. Это такой мягкий вывод песка, мягкий вывод лечения почек и профилактика. Это же продукты питания, это же нутрициология. Что может быть лучше? И обязательно сделайте себе заметку пастернак. Вот вы, если закупите этот корень себе, вы сейчас, на зиму, вы не пожалеете. Для лечения простудного кашля, улучшения выделения мокроты, отвар из самого корнеплода. Одну столовую ложку измельченного корнеплода залейте двумя стаканами кипятка, кипятите минут 10-15. Все, настояли 2 часа, даже 3 часа в термосе. Процедили и принимайте 1 треть стакана, да даже можно по полстакана, 3 раза в день за полчаса до еды. Все, это замечательная вещь. Дальше полоскать рот этим же, замечательно. Поэтому в суп кладите его, хочешь не хочешь, ребеночек ваш будет этот отвар принимать в виде супчика. Но я думаю, что я подробно ответила, как заменить чем картофель. Я еще люблю делать такие вещи. Беру сок пастернака, морковку, сок и сироп шиповника. Это 3 столовые ложки сока пастернака, 2 столовые ложки сока моркови и 1 столовую ложку сиропа шиповника. Все. И вот это вот принимаю вот такое 4 раза в день. За полчаса до еды. Это и сердечко хорошо поддерживает. Это профилактика стенокардии. Это замечательная вещь. Одна изумительная женщина под названием Екатерина Яковлевна. Вы ее знаете, я вас знакомила. Она мне дала этот рецепт. Потом, когда мне говорят, ой, вы же не говорите про... Я всегда говорю, проконсультируйтесь с доктором. Но я же рассказываю не за препараты. Я говорю, никакого самостоятельного лечения. Самостоятельное лечение, это когда вы идете в аптеку, покупаете какие-то таблетки, начинаете их принимать или впихивать в своих детей. Вот это называется самолечение. А я говорю о нутрициологии. Это правильное питание. Не зацикливаться на картофеле. Все. Поэтому вы рассказываете себе. Вы же постоянно впихиваете в себя картофель, а мне пишете, что вот то, то, то. Там есть у меня одна писательница на почту. Что мне два раза блокировала, так она меняет свой ник и продолжает мне писать. Писательница велика. Вот. Я не знаю, чего добивается. Чтобы я не делилась с людьми информацией бесплатной. Чтобы что? Моя цель, моя цель – благословить людей на мудрость и на здоровье. Чем здоровее и мудрее люди будут, вот это моя цель. Значит, я достигла. Если исчезнет вообще рак с лица земли и вирус, который сейчас ходит. Потому что я знаю, как не болеть этим вирусом. Не болела, не болею и не буду болеть. Потому что иммунитет у меня на высоте. Я этим делюсь с людьми. Хочу, чтобы мои родные и близкие это услышали. Хочу, чтобы услышали интернет-семья вся моя. Кто подписан, это все мои, моя интернет-семья. Все. Каждый. Эти люди будут здоровые. Будут радостные по жизни. Они будут наслаждаться жизнью. У них будет жизнь качественная во всех отношениях. И вот еще, что я добавлю. Очень хорошо масочка для корней волос. У кого проблемы, выпадают облысения. Обязательно вот эти масочки. Пастернак и сельдерей. Вот сок добавляйте в маски и втирайте. Это класс. Просто замечательно. Все. Я люблю вас. Здоровья вам. Благословений. Всего самого лучшего. И пусть Бог дает вам и вашим близким здоровья, радость, любовь, мудрость. А будет мудрость, то будет и счастье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok